Валерий Викторович, что происходит с Илоном Маском? Ничего не происходит. Его убирают с должности? Да, уже покинул совет директоров Тесла. Но ведь я же уже сколько раз, когда про Маска спрашивали, про Теслу и прочие его проекты, я же говорил, это глобальный разводняк лохов на бабки и на управление. Но когда-то все разводяги должны закончиться. То есть это один из способов стабилизации мировой экономики. Когда инфляционный пузырь накачивается специально, а там инвесторы разорились и все. Но его что же надо схлопывать-то аккуратно? Вот под Теслу подогнали все. Сначала подогнали все имевшиеся в загашнике разработки, недоработки Пентагона и американской науки. На этом поднялись. Дальше же нужно движение. Лохов-то дальше нужно дурить. Тогда украденные из Советского Союза, советские разработки, которые американская наука не смогла осилить и понять. Их стали вытягивать. Ничего не получается. Надо дальше. А тут наступил период, когда все стало, то, что не получается, стало становиться достоянием общественности. То есть лох уже не так прет, не так клюет на маска и начинает задумываться. А что же там с маском-то происходит? Так ли уж действительно его макаронина-то летает? Может, она не летает вовсе? А если летает, то возит только горючее для собственного возврата, которого ни разу ни одного успешного нет. Главное, что ступень упала, ну и ладно. А лохам мы покажем мультик. Типа вот она, смотрите, в прямом эфире идет трансляция, как приземляется на свою реактивную струю, возвращаемая ступень. Вот это можно только, повторю, купить лохов. Но и лохи начинают задавать вопросы. Особенно, когда пошел такой проект, как Тесла. Автомобиль экологически чистый. Управляемый, самоуправляемый. Проблемы пошли и началось. Значит, сначала диверсии. Потом промышленный шпионаж. Потом предательство внутри компаний у самого Тесла. Там кого только не находили, технических и инженерных руководителей, предателей. Ну, встал вопрос, надо когда-то и на маска замахнуться для сохранения проекта по обиранию лохов и стабилизации мировой экономики. Вот и маска начали сливать. Он всего лишь вывеска глобальной аферы. Причем под этой аферой есть только демонстрация чего-то, чего даже лохи сами не знают чего. Они много чего там захлеб рассказывают, когда начинаешь с ними разговаривать и ставить вопросы по существу, а этой информации нигде нет. Ну, хорошо, у тебя учебник физики под рукой. Под рукой. Ну, у тебя форумы. Вот великолепная вещь сейчас. Профессиональные форумы. Можно зайти на любой форум к любому специалисту, к любым специалистам, задать там вопросы, получить квалифицированный ответ в режиме мозгового штурма, где ответившего поправят, дополнят, и получишь полноценный ответ. Но лохов масконутых, которые там масковдохновленных, это же не интересует. Им зачем знания физики? Им маск сказал гиперлуп и макаронина, которая летает. Продолжение следует...